Продолжение следует... Тот вебинар, который был отменен в понедельник, состоится, видимо, 9 апреля. В новой рассылке вы получите о нем информацию. Как всегда, перед началом вебинара хотел бы обратить внимание на две ссылки, которые находятся в самом начале чата. Первая из этих ссылок ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии, в котором вы можете записаться, зарегистрироваться на все вебинары вплоть до июня месяца. И вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютубе. На этом видеоканале производится публикация всех записей, всех вебинаров, которые проводятся у нас в Директ Академии. Ну и этот вебинар тоже записывается и тоже появится там в ближайшее время. Я хотел бы также проанонсировать два следующих вебинара, которые будут у нас завтра и в понедельник. Так, сейчас я включу себе красный свет, чтобы это было более видно. Вот эти вебинары, вы их можете видеть в чате. Первый из них состоится завтра, надеюсь. Иван Нефедев, он должен сегодня приехать в Россию. Завтра должен провести вебинар под названием «Играфикация в образовании». Очень интересная и актуальная тема. Иван, один из главных экспертов в этой области. Ну и 2 апреля, в понедельник, Татьяна Телегина должна провести вебинар, который в свое время не состоялся. Это вебинар из цикла «Библиография для небиблиографов». И будут две темы. Основные библиографические, основы библиографических описаний источников и оформление ссылок. Вебинар будет большой, двухчасовой, потому что в себе будет содержать, в связи с рядом переносов, два вебинара сразу. Ну что ж, вот и все. Давайте перейдем к сути нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас название такое. «Рабочие инструменты и приемы мастера учебного контента». Да, я хотел бы поприветствовать, я вижу своих хороших знакомых среди участников. Спасибо, что ходите на мои вебинары. Ну, постараюсь для вас рассказать что-то интересное. Если кто-то уже видел вебинар с таким названием от меня, это было примерно год с небольшим. Этот вебинар мало от него отличается. Несколько новых слайдов я поставил, несколько убрал. Вот. А так, в принципе, хотел бы снова донести вот эту мысль до широких масс авторов учебного контента. Вебинар можно скачать, как всегда, и я советую вам сделать это, потому что много названий, которые можно просто гуглить и потом использовать. В общем, настолько много, что я даже не везде стал ставить ссылки, и не буду эти ссылки дублировать в чат, потому что сейчас они могут только отвлекать. Итак, сегодняшняя наша тема. Еще раз повторюсь. «Рабочие инструменты и приемы мастера учебного контента». Хотелось бы вместе с вами поразмышлять над темой инструментария и над темой знания приемов как одним из главных факторов создания качества работы. В данном случае качества учебного контента, который мы хотим как авторы создавать. Ну вот, несколько слайдов таких достаточно философского формата. Почему мы сегодня будем говорить именно об инструментах? Потому что инструменты, которые созданы людьми, которые очень хорошо разбираются в контенте, и эти инструменты заточили под какой-то вид контента, сделали там много важных операций. Они существенно повышают качество конечного продукта, если мы этими инструментами можем пользоваться. Поэтому освоение инструментов, знание инструментов, знание, какие инструменты хороши, какие плохи, какие хороши для определенного вида работы, для другого не так хороши и так далее, они составляют основу качества. То есть, конечно, можно многие вещи делать при помощи примитивных инструментов и выезжать за счет мастерства. Но это немножко не тот путь, и это точно не массовый путь. Каждый не может совершенствоваться в каждом виде создания контента вплоть до мастерского качества. Поэтому магистральный путь является не совершенствование до бесконечности в каком-то определенном узком смысле, а вот это вот знание инструментов и умение ими пользоваться. Не всегда, конечно, это знание эквивалентно мастерству в самом глубоком смысле этого слова, но в 90-95% случаев это позволяет нам обойтись простыми средствами там, где мастер будет применять свои навыки, которые годами нарабатывались. Вот поэтому мы сегодня будем говорить об инструментах. Почему еще инструменты важны? Потому что инструменты меняют нас. Мы используем инструменты, а инструменты меняют нас. После того, как мы знаем и умеем пользоваться инструментами, у нас меняется сам подход к конечному продукту. И сам замысел, который вы хотите осуществить, он может измениться, исходя из знания того, что вы можете в конце концов получить. Вот тут такой пример исторический о том, что многие историки считают, что саму монгольскую нацию, которая в XI веке вроде бы ниоткуда из степей появилась и захватила две трети всей известной части цивилизации, вот основа этой нации, что эту нацию сделал лук, монгольский лук специальный, который был, конечно, сам лук не монголы изобрели, он был известен очень давно, но там был очень специфический лук из нескольких частей, который позволял при маленьком размере развивать достаточно большое, около 50 килограмм натяжения, и таким образом этот лук можно было использовать прямо верхом, это порождало совершенно иную тактику, тактику войны, выигрышную тактику, которой не обладали народы, которые рядом находились с монголами. Вот таким образом сам этот лук, да, для того, чтобы пользоваться этим луком и иметь сильные руки, мальчиков начинали с 3-4 лет учить им пользоваться. Таким образом, вот здесь инструмент выступил в качестве буквально образующего для нации фактора. Вот этот пример я привожу для того, чтобы было понятно, что как только вы каким-то инструментом, какой-то инструмент станет для вас, как говорится, сядет в руку, да, то есть вы можете им пользоваться, пользоваться всеми его функциями, то и ваш, ну, условно говоря, он меняет ваш мозг, то есть с этого момента ваш замысел по учебному контенту может просто кардинально измениться, и вы можете просто по-другому сформировать, решить ту задачу, которая перед вами стоит. Ну и вот, да, возвращаясь к той теме, которую я немножко наметил, что важнее, уникальные навыки или мастеровитость? То есть, конечно, бывают уникальные мастера, которые могут топором построить собор, да, а бывают мастеровитые люди, которые просто знают много инструментов, и при помощи этих инструментов, может быть, в каждом из них, у них не уникальные, не уникальные навыки, просто они умеют ими пользоваться, и вот при помощи этих инструментов они получают, может быть, не такие гениальные вещи, да, может быть, не такие гениальные вещи, но зато они решают задачу. Вот, то есть освоение, таким образом, освоение инструментов, оно для широкой части людей, которые, ну, кроме того, уникальные навыки могут себе развить, это же талант, его может развить себе не каждый, его не всегда этому можно научить, то есть один уникальный мастер не всегда может передать другому свои навыки, потому что у того просто нет таланта. А вот мастеровитость, знание инструментов, ее можно передать, можно наследовать, можно широкие, достаточно широкие круги людей, которые нуждаются в этих инструментах, обучить и получить качество сопоставимое, по крайней мере. Вот поэтому инструменты для нас важны. Что еще, что инструменты позволяют сделать? Инструменты позволяют сделать качество массовым, то есть в инструментах уже в их конструкции, ну, для, может быть, для контента стоит говорить не о конструкции, а о структуре, функционале и так далее, они содержат некое качество. Это качество заложено людьми высокой квалификации, которые понимают, что такое качественный конечный продукт. Поэтому внутри каждого инструмента уже заложено некоторое качество, которое вам не надо создавать заново, а надо просто освоить этот инструмент. Так вот, что позволяет сделать инструменты? Первое, повысить эффективность труда, то есть в результате освоения инструмента вы получаете средство, при помощи которого вы в единицу времени можете сделать больше, больше конечной продукции. Второе, при помощи инструментов можно организовать массовое производство, в том числе вот массовое производство учебного контента. Без инструментов это сделать крайне сложно, это будет не современная фабрика, а скорее мануфактура, где каждый будет ручками делать по-своему, исходя из своих соображений одно и то же. Второе, можно сократить количество ошибок, потому что чем больше ручного труда, тем больше ошибок, и чем больше вам удается автоматизировать труд, сократив количество ручных операций, тем больше вы сокращаете количество ошибок. Либо переводите ошибки на другой уровень, когда они легче находятся и легче одним движением устраняются, можно сказать. Ну и, как я уже говорил, можно создавать принципиально новые продукты, потому что в инструментах часто заложен такой функционал, который без этих инструментов сделать невозможно. Ну и о каких инструментах мы поговорим, о чем мы вообще сегодня поговорим. Какие инструменты важны, сложные или простые, чем они отличаются? Какие инструменты, приложение или сервис, какие лучше? Или вообще, это, собственно, не какие лучше, а отличия. И на самом деле тут нет ответа на вопрос, что лучше, это просто как их определить и какие из них использовать. Поговорим про массовые операции с контентом. Поговорим про стандартизацию контента. Сейчас поговорим о таком простом, ну, не простом, а широкоупотребимом инструменте, как Microsoft Office, как его использовать в общих чертах, конечно. Как его, потому что функционал его чуть ли не бесконечен, да? Как использовать Microsoft Office в работе с контентом. Немножко поговорим про форматы, объемы, размеры и такие инструменты, которые называются конвертерами. Вернемся к более общей проблеме контентного строительства, как создание производного произведения. Немножко поговорим о том, где искать открытый контент и как здорово использовать открытую лицензию. Ну и в конце два последних вопроса. Это два разных вида инструментов. Это кирпичные заводики, на которых мы производим элементы контента, кусочки, из которых мы потом будем это все собирать. И строительный комбинат, на котором мы уже все собираем. Ну и наконец, в конце немножко поговорим о рабочем контенте, как с ним общаться и почему рабочий этап работы над контентом очень важен. И на нем не надо экономить, что надо делать, чтобы ваш конечный продукт имел долгую жизнь и был легко корректируемым и так далее. Итак, о сложных и простых инструментах. Вот к сложным, но относительно сложным или продвинутым можно отнести следующие инструменты. Тут есть инструменты разной категории сложности, можно сказать, но тем не менее в сравнении с другими инструментами. Ну вот таким самым хорошим примером сложного инструмента является Photoshop. Хотя в этом инструменте можно многое делать, но если кто не знает, это для работы с иллюстрациями инструмент. Инструмент чрезвычайно продвинутый. Я не знаю ни одного человека, который бы знал его досконально, вплоть до каждой его функции. Вот. Ну и что еще очень важно, такое вот время вхождения в этот инструмент достаточно длительное. То есть там даже очень простые вещи надо делать, ну, относительно сложным путем, зато потом сложные вещи можно делать достаточно просто. Вот. Когда уже освоишь многие его функции, вот такой вот, не знаю, с чем его сравнить, такой космический корабль. Microsoft Office, конечно, тоже сложный инструмент, несмотря на то, что время вхождения в него гораздо быстрее производится. Но, однако, тоже по количеству тех функций, которые он может над контентом производить, и которые в основном никто не знает, потому что все знают, наверное, первые и главные 10% его функционала, вот это тоже достаточно сложный продукт. Да, но я уже не говорю, что он состоит из нескольких продуктов, на самом деле. Есть там более продвинутые и менее продвинутые. Мой любимый продукт Camtasia, конечно, это не самый сложный продукт, отнюдь не самый сложный продукт для работы с видео, но по сравнению с другими простыми сервисами, которые с видео работают, это все-таки продукт, который требует, ну, по крайней мере, там, десятка часов для своего первичного ознакомления с этим продуктом. Да, это все хорошие продукты, это не те продукты, против которых я выступаю. Наоборот, это очень хорошие продукты, но это примеры продвинутых продуктов. Сервисы. Дальше пошли сервисы, которые относительно продвинуты по сравнению с другими своими собратьями. Это замечательный сервис, который называется Tilda Publishing, и этот инструмент я всем советую применять для сборки контента, то есть на конечном этапе, когда из отдельных кусочков контента вам надо собрать готовый продукт. Сервис очень продвинутый, в настоящее время там блоков, различных дизайнерских блоков около 500, более 500, появляются все новые, новый функционал и так далее. Он расширяется вот буквально от месяца к месяцу, растет и растет. Два других сервиса со значками JS от Северо-Западного университета США. Там есть такая группа, которая называется KnitLab. Они делают совершенно открытые сервисы, и в них можно делать очень интересные вещи. StoryMap.js для производства интерактивных путешествий, и Timeline.js для создания осей времени. Оба этих вида контента, которые получаются при помощи этих сервисов, достаточно интересные и в учебной области важны, и очень привлекательны визуально, ко всему прочему. Но сами эти сервисы, они не то чтобы очень сложны, но продвинуты все-таки по сравнению со многими другими простейшими сервисами в этом направлении. Ну и вот примеры простых инструментов. Мой любимый инструмент Clip2Net или Clip2Net для быстрого производства скриншотов, которые можно в течение нескольких секунд изготовить. По чату направить вашему студенту и показать стрелочкой, что он не понимает, или как надо что-то сделать. Замечательный продукт. Ну, кроме того, его можно использовать не только в прямом общении, но и для производства различных инструкций, пояснений и так далее. Замечательный инструмент, который осваивается в течение 10 минут. Хороший инструмент, простой, который называется SaveFromNet, который позволяет скачивать видеоролики с большинства видеосервисов, которые напрямую это не позволяют делать, например, с YouTube, с Vimeo и так далее. Ну, это вот такой шутливый примет QuickDraw, если вы помните, в прошлом году или года полтора назад, чуть больше года назад, скажем так, этот продукт, это даже не продукт, это пример, наверное, такой, который Google выкатил на наш суд, когда можно в окошечке пытаться что-то рисовать, Google это пытается понять и заменить клипом, нормальным клипом, нормальным изображением художественным, на основе того, что он пытается понять, что мы нарисовали. Ну, вот этот вот, к сожалению, уже сейчас не существует сервис Spruce, вот, поэтому не буду о нем говорить. Ну, еще один очень простенький сервис, это ColorScore для подбора цветовых решений. Очень простой, по сути дела, это просто сайт, где вам посоветуют, какую цветовую схему подобрать. Это все, я напоминаю, просто не рекомендации, хотя и рекомендации тоже, но это не столько рекомендации, сколько просто примеры простых и сложных инструментов. Приложения и сервисы. Мы можем пользоваться при изготовлении контента как сервисами, так и приложениями. Приложения это то, что установлено на нашем компьютере, не зависит от, как правило, не зависит от сети, наличия или отсутствия интернета. Хотя, конечно, в последнее время и приложения тоже все чаще стали обращаться к сетевым ресурсам. Ну, суть их в том, что сами они, их основной функционал реализованы конкретно на вашем компьютере при установке и не требуют обращения к сети. Чем хороши приложения? Тем, что, конечно, на компьютере, у вас на компьютере, на клиентском компьютере можно установить более сложные программные обеспечения, чем просто из сети в онлайн-режиме. Вы можете использовать. Таким образом, функционал их почти ничем не ограничен. Далее, вы относительно независимо от сети, если вы находитесь где-то в месте, где сеть не очень хорошая, вы можете их использовать. У них продвинутый интерфейс, в отличие от сервисов, интерфейс которых все-таки относительно упрощен. Здесь вы можете столкнуться с таким достаточно хорошим, продвинутым и действительно качественным интерфейсом. Ну и, как правило, продвинутые функции, они с большей вероятностью, да, не через браузер, да, с большей вероятностью, конечно, будут реализованы в приложении, чем в сервисе. Хотя, конечно, сервисы движутся в этом направлении достаточно быстро, и то, что еще пять лет назад в сервисах было немыслимо, сейчас это уже очень даже неплохо и прекрасно работает. Ну, а об этих сервисах мы с вами либо поговорим, либо я уже что-то вам сказал, поэтому не буду конкретизировать. А вот сервисы. Чем хороши сервисы? Ну, во-первых, тем, что их не надо устанавливать на свой компьютер, и не надо заниматься... Ведь когда вы установили приложение на свой компьютер, это вы взяли на себя какие-то обязательства. Я сейчас не говорю о правовых даже вопросах, да. Вы установили это приложение, значит, вы за ним следите, вы заняли место на своем компьютере, вы должны каким-то образом агрегировать и в своей памяти, и на компьютере все эти сотни приложений, которые вы установили, если вам так много надо. В общем, большая головная боль, если этих приложений очень много. Поэтому есть альтернативный путь, это сервисы. Сервисы, которые существуют... Основная их часть, реализация основного функционала существует где-то на серверах, а вы обращаетесь с ним, как правило, через свой браузер, и уже внутри картинки браузера вы осуществляете тот функционал, обращение к тому функционалу, которое к ним... которое реализовано где-то удаленно. Это тоже здорово, хотя, несмотря на то, что там такой продвинутый функционал, как в приложениях, редко удается организовать. Вот Tilda Publishing, наверное, одно из исключений, когда очень продвинутый функционал существует уже прямо в вашем браузере. Там и текстовый редактор, и графический редактор встроенный, и масса других возможностей. Тем не менее, это все, как правило, проще. Но это и здорово, потому что иногда такого продвинутого и не надо функционала. Нужны 2-3 важные функции, чтобы они были под рукой. И вот сервисы для этого как раз и хороши. Я мог бы здесь привести 3-4 таких экрана из моих любимых сервисов, но это вот одни из тех, которыми я пользуюсь, и которые вам рекомендую для разных применений. Но ко всему прочему, да, я еще хотел сказать, совсем забыл сказать, что сервисы, как правило, работают по принципу Web 2.0. Это означает, что движок сервиса находится где-то на стороне, и результат вашей работы, он тоже формируется буквально в виде 2-3 строк. Эти 2-3 строки кода вы вставляете в свой учебный курс, и в тот момент, когда ваш пользователь обращается к вашему страничке, этой страничке вашего курса или к этому элементу контента, вот именно только в этот момент производится обращение к сервису, который сделает все то и покажет все то, что надо для этого слушателя. Не ранее того. То есть это сам процесс. Если у вас контент достаточно сложный и требует некой интерактивности, вот эту интерактивность реализует некий удаленный движок, который находится где-то на сервисе. Очень важный вопрос. Массовые операции с контентом. Как только вы начнете чувствовать себя не только преподавателем, но и автором, и на вас свалится большое количество контента, который вы должны сделать, и если вы не продумаете массовые операции, вы можете уткнуться в пределы своей работоспособности. То есть если вы заранее не продумаете некую автоматизацию, а просто увидите, что вот перед вами там, допустим, тысяча каких-то операций, вот давайте их начнем делать. То вы можете уткнуться просто в такой момент, что где-то на 200-й операции у вас появится более важная работа, и вы бросите и никогда не доделаете то, что надо доделать. Поэтому, да, вот есть такой афоризм. Новички думают о тактике, а профессионалы о логистике. Вот будьте профессионалом и всегда во всех своих инструментах, которые вы используете, ищите массовые операции, как их можно сделать, как вместо того, чтобы что-то искать ручками и исправлять, или помещать, видоизменять, как использовать массовые операции. В очень многих инструментах такие массовые операции есть. Ну, давайте я просто какие-то примеры. Нет, париться надо, Игорь, потому что это не только клиенту надо, это надо прежде всего вам, чтобы сэкономить собственное время. Ну, тут, да, я хотел чуть попозже сказать, ну, скажу сейчас, что, конечно, есть некий предельный размер неприятностей, начиная с которого надо использовать массовые операции. Вот для меня этот предел это около сотни, как правило. Когда вам надо выполнить где-то несколько десятков или сотню каких-то однообразных операций, стоит потратить час или два для того, чтобы придумать какую-то автоматизацию, если она возможна, нежели сразу кидаться на вот это вот количество. Потому что, если на сотню умножить даже пять минут, вы уже получаете 500 минут, это больше рабочего дня. В общем, и это стоит усилий. Это стоит усилий. Тем более, когда речь идет о тысячах, ну, о тысячах, как правило, речь идет о том, когда вы уже занимаетесь контентом профессионально, когда вы, может быть, не только для себя готовите контент, но и в рамках своего подразделения, или даже вуза. Ну, иногда бывает и в результате работы над одним курсом тоже какие-то операции, которые надо выполнять тысячи раз, да? Вот это уж точно. Потратьте время, подумайте о автоматизации. И самое главное, в тех инструментах, которые вы освоили, знайте те места, где находится обращение к массовым операциям. Почему еще раз об этом хочу сказать? При первичном освоении инструментов часто мы вот эти массовые операции... Ну, это сложно, это потом, это сейчас не надо. И вот так они остаются неосвоенными. А потом, когда надо, мы о них просто не вспоминаем. Ну, вот некоторые примеры таких массовых операций. Мой любимый инструмент для работы с картинками, который покрывает 95% моих потребностей работы с иллюстрациями. Это ACDC, который может применяться для простейшего редактирования иллюстраций, а также для многих других вещей, которые постоянно с ними приходится делать. Вот в этом сервисе есть массовые операции, они достаточно продвинутые. Это изменение формата файлов, повороты и отражения для файлов, изменение размера файлов. Но это вообще всегда надо использовать. Изменение коррекции экспозиции, пакетное переименование файлов, пакетная установка дополнительной информации и так далее, и так далее. Очень важный сервис. Несмотря на то, что в нем нельзя делать каких-то сложных редакторских вещей, вот, как я уже говорю, 90% всей работы, 95% можно делать при помощи подобных сервисов. А к продвинутым инструментам типа фотошопа прибегать только тогда, когда это действительно необходимо что-то так конкретно поменять, то есть что-то дорисовать, что-то сделать, уже такие творческие вещи какие-то. Не применяйте продвинутые инструменты, сложные продвинутые инструменты, не имеющие... Ну, правда, в фотошопе тоже есть свои массовые операции. Не применяйте сложные инструменты там, где надо, где можно использовать простые инструменты с массовыми операциями. Ну, вот другой пример. Моя любимая программа, которая называется Camtasia Stadio. В ней тоже есть массовые операции, которые называются пакетная обработка. Ну, к сожалению, тут массовые операции касаются только последнего этапа. Это рендеринга или публикации видео. Ну, даже это здорово, потому что это достаточно длительный, может быть, этап. И если вы готовите несколько роликов, то имеет смысл подготовить проекты нескольких роликов, а потом одной кнопкой отправить их на рендеринг и пойти пить чай. Или даже если это большие проекты, там, отправиться спать, а на утро получить результат. Вот, тем более это важно, что вот Camtasia устроена так, что в момент рендеринга ничего редактировать в ней нельзя. Она просто занимается только рендерингом, и больше ничего дальше работать в ней нельзя. Вот, поэтому это очень важный момент. И я им тоже очень люблю пользоваться. Вот, и вам советую тоже, если вы эту программу используете по какой-то причине, не знаете о ее пакетных свойствах, о ее массовых операциях, пожалуйста, используйте. Ну, вот, например, в сервисе Tilda, к сожалению, массовые операции не в таком объеме, как хотелось бы. Мне, например, вот от этого сервиса очень хотелось бы иметь еще и другие массовые операции, такие, как, например, обработка сценариев. Здорово было бы, если бы, например, помечтать, если бы файл Tilda хранился не только во внутреннем формате, но и в свободном формате, который можно было бы генерить как формат HTML, например, или XML, и тогда бы можно было применить к нему различные массовые операции и наслаивать блоки уже, например, непосредственно подготовленные первоначально в таблице Excel или в базе данных. Ну, это тоже мечты. Собственно, в Tilda есть, например, массовая загрузка файлов, и уже хотя бы это сильно облегчает работу. Ну, и вот другой пример использования массовых операций. В сервисах это сервис Timeline.js. Игорь, чего много не будет? А, да-да, этого не будет. Но вот я предполагаю, что, конечно, этого не будет. Да, но очень хотелось бы, потому что на самом деле... Ну, может быть, они это через... Нет, дело не в выгрузке в HTML. Выгрузка в HTML как раз есть. Дело в том, что если бы был какой-то встроенный язык общий, да, который бы XML-подобный, на котором бы описывалась вставка тех или иных блоков, последовательная ставка, да, со всеми их параметрами, тогда просто этими файлами можно было бы обмениваться, и можно было их делать автоматически, а потом загружать в тильду и получать результат. Ну, ладно, об этом не будем. Это продвинутый случай. Если интересно, потом поговорим где-нибудь в группе в Фейсбуке об этом. Следующий вариант массовых операций – это Timeline.js. Мой любимый сервис для получения осей времени. Отличается он тем, что вот он поначалу кажется сложным. Надо вместо того, чтобы в графическом интерфейсе формировать события на оси времени, тут идет обращение к Google таблице, в которой это все вот так вот прописано в ячейках. Но на самом деле это серьезный путь к повышению эффективности. При помощи этой таблички можно сильно, то есть один раз познакомившись с этой таблицей, можно потом очень быстро делать различные оси времени, формируя эту таблицу, в том числе и при помощи относительно каких-то автоматических вещей в Excel, а потом уже просто перенося результат в Google таблицу. Ну, если кому интересно, помните, я говорил в самом начале о ссылке на Директ Академию. Вот давайте еще раз, да, в данном случае не грех себя еще раз прорекламировать. Так, а вот чего-то, похоже, что именно сейчас наш сайт немножко простаивает. Ну, вдруг с вашего интернета может это быть не так. Если кто-то помнит, в конце странички есть интерактивное расписание наших вебинаров. Так вот, это интерактивное расписание, оно как раз работает, во-первых, из сервиса Timeline.js, а во-вторых, вовсю использует автоматизацию, потому что все это создается в специальной табличке, автоматизировано, относительно автоматизировано, и потом переходит на эту страницу Директ Академии. Несколько слов о стандартизации. Стандартизация, унификация контента. Вообще, стандартизация – это путь к качеству, скажем так, путь к массовому качеству. Если у вас не продуманы стандарты, не продуманы, как вы унифицируете свой контент, то у вас не может быть и качества, потому что каждый раз создавать качество руками замучаешься. И в любом случае где-то сделаешь, где-то оплошаешь, где-то сделаешь ошибку и так далее. Отдельные, в результате у вас получается очень неровное качество. Допустим, начинаете вы делать курс, у вас еще полно времени, вы тратите на его первую тему половину всего времени или две трети всего времени, вылизываете его руками, не думая о стандартизации. А потом у вас дедлайн, вам надо срочно сдавать курс, и дальше вы уже делаете тяп-ляп, потому что не продумали изначально стандартизацию, не на чем основывать свое качество, а только на ручной работе. Что к стандартизации относится? Во-первых, стандартизация форматов. Используйте минимальное число необходимых форматов файлов во всех областях. Если это текст, используйте, например, только PDF. Ну, я имею в виду конечный результат. В рабочем режиме можно использовать немножко больше форматов, но и тут не надо слишком сильно их увеличивать. Если это картинки, используйте для растровых картинок JPEG, для тех картинок, которые отображают, например, интерфейсы, тоненькие элементы интерфейса, используйте PNG, другие не используйте. Если это видеоформаты, используйте в основном MP4, если вам не надо какое-то сверхкачество получать. Унифицируйте также, стандартизируйте и унифицируйте объемы файлов, размеры файлов. Не надо держать в конечном продукте на одинаковых позициях файлы существенно различные. Допустим, если вам необходим везде формат вставки иллюстрации в текст, то вам вполне достаточно будет формата 800 на 800 или 500 на 500 пикселей. Не надо использовать в конечном продукте картинки размером 3000 на 3000. Немножко по-другому для рабочих материалов поговорим об этом. Но в конечном унифицируйте объемы, чтобы у вас примерно качество всех картинок, всех текстов, всех других файлов было одинаковым по всему вашему конечному продукту. Ну и, наконец, унифицируйте процессы. Одинаковые вещи делайте всегда одинаково. С тем, чтобы, во-первых, набить руку и, в конце концов, уметь сделать за секунды то, что раньше вы делали за минуты. Ну а потом, чем больше процессов, тем больше ошибок. Поэтому знакомый процесс – это всегда знакомое количество ошибок. И выверенные те ошибки, которые возникают в этих процессах, вы уже знаете в основном. И знаете, как их купировать. Если у вас вместо одного процесса 10% процессов, то вы не помните все ошибки, которые связаны с этими процессами. Где-то очень неприятные ошибки вы можете просто опустить, и они у вас попадут в конечный продукт. Ну вот такой теперь очень частный вопрос. В чем нам может помочь Microsoft Office? Офис мы часто рассматриваем как, извиняюсь за тавтологию, офисный продукт, массовый, который должны знать от директора до секретарши, использовать для документа оборота и все. На самом деле, офис очень мощный продукт для работы с вашим контентом. Во-первых, для работы с текстовым контентом. Во-вторых, для работы со структурой контента. Вот здесь я привожу пример одного из регламентов, которые мы используем для работы с большим количеством текстов в проекте, который называется ArtPortal. Здесь есть вот некий такой автоматизм, как из плохих текстов сделать хорошее. Конечно, это делается редактурой, корректурой, но и в этом процессе можно сделать некоторую первичную обработку, чтобы не заставлять корректора десятки тысяч раз нажимать на клавиши, выполнять однообразные операции. Пусть он лучше, глубже вчитается и найдет те ошибки, которые автоматически найти нельзя. Ну и да, вот здесь немножечко. Все это сделано исключительно при помощи одного аппарата поиска и замены. Простейший аппарат, даже я глубже не заглядываю в какие-то Visual Basic, которые можно использовать. Просто вот такой автоматизм в поиске и замене. Обратитесь к любому редактору. Сейчас, может быть, немножко получше ситуация все-таки. В свое время я обратил внимание, что большинство редакторов не знают, как автоматически исправить вот такую элементарную ошибку, как убрать лишние пробелы из огромного документа. Тут нужно немножко программное, программистское мышление. Надо просто заменить два пробела на один пробел и сделать это столько раз во всем документе, пока количество двойных пробелов не уменьшится до нуля. А вот кто-то пробует находить пробел и заменять его на ничто, кто-то какие-то иные, кто-то руками это делает. Вот, к сожалению, 90% редакторов просто не знают, что вот таким автоматизмом можно в огромном документе убрать все лишние пробелы. Ну и есть немножко более сложные случаи ошибок. Там, например, пробел после открывающей скобки и так далее. Все это тоже вылавливается буквально. Вот весь этот круг операций, он делается на автомате в течение пяти минут, вне зависимости от общего объема текста. То ли это 100 килобайт, то ли это 10 мегабайт. Все это делается буквально мгновенно. И дальше можно уже переходить к более сложным вопросам. Вот это что касается Варда. Ну а если говорить об Excel, это вообще мощнейший инструмент по... Не просто таблица, это не просто ведь таблица. Таблица это некая структура. И при помощи таблицы можно задавать будущую структуру вашего контента. И конечную, и промежуточную, и рабочие файлы каким-то образом комплексировать при помощи Excel. При помощи Excel можно собирать контенты из частей. Например, если в одной ячейке у вас хранятся имена графических файлов, в другой кусочке HTML кода, в третьей кусочке текста, из которых это надо все делать, то в итоговой графе можно собирать всякие сложные... Вот, например, вот такой вот код можно собирать. Из нескольких вкладок, из нескольких ячеек таблицы, переменный код, который будет подгружать в нужном месте нужную фотографию. Ну, например, вот в данном случае подгружается фотография спикера вебинара, подгружаются его фамилиями отчества, его регалии, время вебинара, ссылка на вебинар и так далее, и так далее. И все они вот так в динамическом, ну, почти в динамическом режиме собираются. И дальше остается эту табличку просто передать на сервис, который это все визуализирует, и все. Если бы это каждый раз делать руками, то это просто замучаешься, надо отдельного человека сажать на обработку... расписание вебинаров. Вот у нас, например, вебинары почти каждый день проходят, да, что-то переносится, что-то уходит на другие числа. Вот, то есть это в год примерно там 160-170 вебинаров, и если бы не было автоматизации, вот точно, надо менеджера сажать только на расписание. Да, да, ну вот это плохой стиль. Более того, они еще и студентов портят таким образом. Вместо того, чтобы учить их правильно думать, они учат их быстро что-то начинать делать руками, ни о чем не думая. Вот, вот это неправильный путь. А, ну вот теперь поговорим о форматах, объемах, размерах, конвертерах и так далее. Помните, я несколько слайдов назад вам показывал и рассказывал, как важно унифицировать форматы, объемы, размеры и так далее. Так вот, для таких унификаций очень хорошо подходят такие инструменты, которые называются конвертерами, при помощи которых можно... Ну, конвертеры это тоже, как правило, некие инструменты, предназначенные для массовых операций. Ну, они что-то конвертируют во что-то, что-то превращают во что-то. Например, ну, самый частый способ это конвертация форматов. Например, на входе какой-то один формат, неудобный для нас, на выходе другой формат, который для нас очень удобен. Какие конвертеры я чаще всего применяю? Уже упомянутый ACDC, это универсальный конвертер для графических файлов, часто и не возникает никакой нужды в других конвертерах. Очень интересный конвертер, Universal Document Converter. Он устанавливается как виртуальный принтер в вашу операционную систему и позволяет в момент печати из любого приложения, в момент печати, перенаправить печать вместо принтера реального на приложение. И в момент печати перед вами открывается панель с большим количеством настроек. И вот это вот якобы печатаемое содержимое направляется либо в PDF-файл, либо в набор графических файлов. Там можно выбрать тысячи разных настроек по качеству изображения, по тонким настройкам форматов, по разрешению и так далее. Очень важный случай, когда надо не всегда там не графическую операцию, не графическую по своей сути контент превратить в графический контент. Вот все очень здорово. На самом деле я его часто использую. Хорошая штука. Следующий конвертер для видео, который я использую, Total Video Converter, который позволяет работать с разными видами видео. Ну, как правило, когда необходимость в нем возникает, когда на входе какой-то неприятный вид видео, с которым непонятно, как работать, не грузится, например. Пример чего? Подробнее я вам попробую рассказать. Пока продолжу про видео конвертер. Вот, например, на входе какой-нибудь неприятный формат, там 3GP, например, или еще какой-нибудь, или непосредственно тот формат, который с видеокамеры пришел, он огромный, а вам надо там совсем другое, MP4 или еще что-то такое. Ну, вот, в этом случае можно использовать его, причем тоже в массовых операциях. Пример использования конвертера. Ну, запросто. Например, вам надо получить PDF-файл. Ну, да, если вы помните, возможность непосредственного сохранения PDF-файла из Word или вообще из офисных продуктов появилась только в паре последних версий Microsoft Office. До этого не было возможности сохранить вордовый документ в PDF. Ну, или там, допустим, сохранить какую-то страничку в PDF из интернета. Ну, или, я не знаю, вообще любое приложение, которое что-то может делать, вот, сохранить в виде PDF. Вот универсальный конвертер, вот, для этого очень хорошо используется. Также я его иногда как-то использовал и в массовых операциях, когда мне надо было наоборот PDF разложить по набору страничек, разбить на страничке. Вот тоже на вход я брал PDF-файл, печатал в этот виртуальный принтер, а на выходе заказывал набор JPEG-ов или набор TIFF-файлов, вот и получал из одной из одного огромного файла, там, например, 500 страниц отдельными файлами. И наоборот тоже можно это делать, да. Иногда как конвертер я использую даже YouTube вместе с его двойником SameFromNet, который позволяет скачать. То есть иногда, как ни странно, но это как раз не в случае массовых операций, а в случае единичных операций, удобнее всего закачать видеофайл на YouTube, а потом тут же его скачать при помощи SaveFromNet и получить стандартный MP4 файл. Ну вот, например, в таком режиме мне один раз пришлось решать вопрос. Был у меня вебинар, на котором вдруг за 10 минут до его начала спикер решил показать какое-то видео, оно в вебинар не грузилось ни по каким параметрам, ни по размеру, ни по формату файла и так далее. Тогда я попросил его загрузить этот файл на YouTube, тут же сгрузил его со своей стороны да, ну мы еще в разных городах находились, тут же сгрузил его с YouTube в формате MP4, быстро загрузил в вебинар и мы решили эту задачу. Сейчас, к счастью, сейчас хороших конверторов в PDF стало гораздо больше. Я хочу сказать, что еще пять лет назад этот вопрос стоял гораздо острее, чем сейчас. Ну и вообще 50% всех проблем решилось после того, как в офисе наконец-то сделали нормальные конвертеры своих файлов сохранения в PDF. конвертеров. Вот, тем не менее, вот, имейте в составе своих инструментов обязательно некоторое количество таких конверторов вот у себя на компьютере, чтобы в нужный момент всегда переконвертировать неудобные файлы в удобный формат и вид. теперь немножко поговорим о производных произведениях и о открытых лицензиях. Современная жизнь, она не может строиться только на вашем личном творчестве. Нельзя все выдумывать из головы. Ну, особенно, наверное, в образовательной области, где, как известно, мы учим не тому, что мы сами придумали, да, мы не поэты и не изобретатели, мы должны учить тому, что уже более-менее устоялось. Вот, ну, по крайней мере, что известно, что точно полезно для всех. Поэтому волей-неволей преподаватель, автор учебного контента, он является сборщиком вторичного контента, то есть того контента, который уже существует, который надо только собрать. Ну, вообще говоря, это, конечно, касается не только образовательной работы с контентом, но и вообще работы с контентом. Современная жизнь, она состоит из цитируемости, то есть цитаты чужого контента, они органично встраиваются в ваш собственный контент и происходит вот такой вот микс, когда, ну, буквально силами уже даже не одного-двух человека, десятки людей принимают участие в вашем конечном продукте, если даже о многих из них, вы даже не знаете их ни имен, ни как появился их контент, потому что он дошел до вас десятым путем каким-то, через десятые руки и так далее. Дальше даже великий Ньютон говорил, что если я что-то сделал, это только потому, что я стоял на плечах гигантов. Надо иметь в виду, что мы всегда стоим на плечах гигантов, мы добавляем какой-то свой процентик или полпроцента к тому знанию, которое уже существует и делаем свой продукт. Тем не менее, это все философия, иногда надо непосредственно применять эту философию, то есть конкретно вставлять чужой контент в свой собственный. Для этого надо, да, тут есть юридический аспект, есть вообще философия о том, что это надо делать, потому что если мы вообще все выдумали из головы, скорее всего это не так хорошо, как мы думаем. Есть юридический аспект о том, что надо либо договариваться с авторами, либо использовать свободный контент. Вот второе не настолько сложно, как кажется. Огромное количество контента выложено в свободной лицензии. Напоминаю, что четвертая часть Гражданского кодекса России, в нее четыре или пять лет назад были включены статьи, разрешающие применение открытой лицензии или по-другому лицензии Creative Commons. Все, что нужно, чем хороши эти лицензии, если кто-то положил результат своего труда под этой лицензии, вы можете использовать этот труд абсолютно открыто, но там есть нюансы, разные виды этих лицензий. В целом, можете использовать открыто, бесплатно. Единственное, что надо, это чтобы вы где-то упомянули этого автора как автора этого контента. Можете где-то в конце своего курса написать список всех авторов тех кусочков контента, которые вставили, можете, нет и так далее. Итак, чаще всего возникает необходимость вставить какие-то иллюстрации. Чтобы вставить иллюстрации, самый простой инструмент это использовать Google картинки. Обязательно Google картинки, а не просто Google. И в Google картинках есть еще масса полезных настроек. Какие настройки можно использовать? Во-первых, можно и нужно всегда использовать настройки по качеству изображения, особенно если у вас есть необходимость вставить картинку большого качества, например, на весь экран, на обложку и так далее. Вообще надо иметь в виду, что претензии к качеству со стороны пользователей контента в последнее время сильно возросли. Все хотят потреблять высококачественный графический контент с высоким разрешением, поэтому старайтесь учитывать эти претензии ваших слушателей. Вот есть такой инструмент поиска в Google картинках как размер. Там вы выбираете строку больше чем и настраиваете например больше чем 2 мегапикселя картинки будут искаться при помощи вот такой настройки. При помощи Google можно и выбрать картинки только с открытой лицензией. Это делается точно так же при помощи кнопки инструменты поиска дальше права на использование и с лицензией на использование. Правда при этом конечно общее количество выдачи резко сократится но зато вы себя с юридической точки зрения сильно подстрахуете. Если вам нужна музыка ну разумеется музыка имеется ввиду фоновая я не имею ввиду преподавание музыки как предмета если вам нужна фоновая музыка она часто нужна например при создании учебных роликов используйте YouTube в нем есть такой замечательный вот я как раз здесь привел ссылку замечательная часть в творческой студии YouTube есть фонотека в этой фонотеке хранится большое количество не графических а звуковых файлов музыкальных файлов их можно отобрать что самое интересное по жанру по настроению по инструменту по многим другим свойствам мне например очень нравится подбирать музыку по настроению это очень важно если вы делаете какой-то учебный файл и в нем нужно либо какое-то безмятежное настроение либо очень нейтральное настроение а в каких-то случаях надо наоборот акцентировать внимание тогда сделать может быть тревожную музыку какую-то вот все это можно подобрать при помощи этой фонотеки ну и кроме бесплатной музыки тут есть еще и бесплатные звуковые эффекты на другой вкладке их тоже можно использовать не так часто это надо но иногда можно это сделать ну и наконец в самом ютубе можно искать ролики помещенные под лицензией Creative Commons я например постоянно так делаю вот совсем недавно у нас на прошлой неделе были два замечательных спикера один Алексей Сидоренко из Теплицы социальных технологий другой Стас Козловский руководитель русской википедии оба большие приверженцы и вообще не они лично а их организации привержены Creative Commons говорили как это хорошо вот например все что делает Теплица социальных технологий она выкладывает в открытый доступ под Creative Commons поэтому просто например если вам нужен видеоролик который был создан в Теплице социальных технологий просто его ищите вставляете в свой вебинар прокручиваете где угодно используйте на своем уроке и так далее с упоминанием того где вы его взяли и все все нормально вы никому ничего не должны это очень здорово вот если вам нужно бесплатное видео обучающее можете таким вот образом искать просто ищите в ютубе по тем словам которые необходимы вам ключевым после этого появляется после поиска обращаю ваше внимание появляются вот такие вот фильтры вот здесь на них обычно не обращают внимания но фильтровать можно очень тонко выдачу и вот в этих фильтрах можно выбрать лицензию Creative Commons и например найти вот я ищу здесь теорему Пифагора и нахожу ролик который под свободной лицензией лежит посвященный этой теме этот ролик можете вставлять к себе свободно с указанием авторства и не думать дальше ни о чем где еще можно искать бесплатное видео не бесплатное а под свободной лицензией обращаю ваше внимание дело не только в бесплатности но и в более фундаментальных вещах да обращаю ваше внимание я тут сказал обращаю ваше внимание вот все вещи все весь контент который располагается под лицензией открытой лицензии Creative Commons его можно еще использовать в качестве исходных материалов для каких-то производных произведений не только как целое вставлять но и расчленять делать из этого контента какие-то коллажи и прочее то есть более сложным образом использовать а вот другой такой сервис это вот такое Video VideoNet где можно найти ролики здесь большей частью речь идет не об учебных роликах а коротких роликах которые можно использовать в качестве фона в качестве интро то есть заставочек и так далее то есть на основе этих роликов можно какую-то красивость вставить в свой конечный результат и при этом не бояться что вы что-то украли тоже достаточно интересный ресурс да про этот инструмент я уже говорил но разумеется вот очень интересно например в YouTube есть ролики под свободной лицензией но при помощи инструментов YouTube скачать их все равно нельзя из YouTube можно скачать официально только свои собственные ролики ну вот есть инструмент который позволяет скачивать с YouTube это один из них это SaveFromNet который можно например установить как приложение на свой компьютер можно установить как дополнение к браузеру тогда например всякий раз когда на вашей странице не на вашей а на той странице которую вы смотрите будет видео на этом видео будет такая зелененькая стрелочка которая будет позволять вам скачивать это видео прошу прощения при помощи этого сервиса можно скачивать с большого количества различных ресурсов видео вот и вставлять свой свой собственный контент да ну и вот моя любимая мой любимый сервис Tilda тоже вложил свой вклад в это контентное строительство очень удобно в Tilda есть возможность вставки точнее не просто вставки а скачивания иллюстрации по ссылке это достаточно сложный процесс как только вы находите какой-то файл хотите его вставить к себе например в качестве обложки вы просто передаете ссылку из интернета на этот файл а Tilda скачивает его на собственный сервис сервер преобразует к тому формату и размеру которые необходим и уже он у нее лежит там скаченный очень удобно ну особенно очень удобно когда вы пробуете разные варианты если бы в качестве промежуточного этапа сохраняли бы все эти файлы на своем компьютере то часто просто превратили бы его в помойку тех файлов которые вам не нужны ну а здесь Tilda она предлагает этот этап просто миновать и сразу из одного места интернета вставить в другое место минуя ваш компьютер тут правда есть такой скользкий момент связанный с тем что вы при этом не формируете свою структуру рабочих файлов на своем компьютере но это уже немножко немножко о другом ну и конечно совершенно замечательный ресурс для поиска медийных файлов с открытой лицензией это wiki склад в нем в настоящий момент уже около 45 миллионов свободных для применения медиафайлов это как правило картинки pdf файлы видео и так далее вот например недавно я сделал свой вклад мы провели семинар вебинар прошу прощения со Стасом Козловским я его разместил не только на ютубе но и закачал в вики склад что там он лежал под свободной лицензией его каждый мог бы использовать вот обращаю внимание 45 миллионов медиафайлов и среди них наверняка есть то что вам понадобится не забывайте об этом ресурсе хотя очень часто с вики склада появляются изображения непосредственно в поиске гугла но иногда надо глубоко поискать это не всегда просто потому что на вики складе ну либо надо точно знать что вы ищете если у вас какие-то не очень хорошие ключевые слова то можно и не найти то что то что вы ищете вот тем не менее вот предлагаю вам использоваться записью нашего вебинара 26 сентября 17 года Софья Багдасарова если помните которая у нас ведет цикл по искусству первые два вебинара она провела по работе с вики складом и с википедией вот самый первый вебинар был как вебинар как википедия хранит старинные книги википедия как хранилище вот 90% этого вебинара как раз посвящено правилам работы на вики складе и я вам очень советую этот вебинар пересмотреть Кристина нет тильда скачивает только конкретный файл и к почте это не имеет отношения суть такая например вам надо вставить картинку в качестве обложки вы эту обложку можете загрузить не со своего компьютера а с какого-то другого постороннего сайта и при этом это не вставка по имени то есть не просто вставка использование картинки по имени изображения а это полноценное перекопирование то есть она копирует их автоматически копирует на свой собственный сервис и потом уже использует это изображение даже если первичное изображение пропало все равно в тильде оно остается к почте это не имеет отношения вам не поступит это по почте Но вы все равно это изображение можете скачать. Раз вы его уже нашли, вы можете его из источника легко скачать на свой компьютер, если вам это надо. Ну и последние несколько соображений по поводу кирпичной фабрики. Большинство перечисленных выше инструментов для того служат, чтобы вы создавали кирпичики контента. Для чего нужны кирпичики контента? Можно, конечно, строить прямо из песка или фигурно выкладывать бетон, но это очень сложно. А если у вас есть кирпичи, тем более если у вас есть готовые блоки строительные, то потом строить из этого конечное здание вашего контента гораздо проще. Вот те сервисы, которые мы рассмотрели, они в основном служат для производства таких вот кирпичиков. И очень здорово заточены под производство кирпича. Это как фабрика, которая выпускает в день 100 тысяч или миллион кирпичей. Вот эти инструменты, они как раз созданы для того, чтобы делать унифицированный качественный продукт, из которого можно потом собирать все остальное. За исключением сервиса Tilda, который уже является строительной площадкой, на которой реализуется конечный замысел. И из этих кирпичиков вы собираете уже все остальное. А чем можно собирать контент? Как я уже говорил, уже подчеркнул, это сервис Tilda, мой любимый. Разумеется, это любые встроенные средства работы с контентом в любой системе дистанционного обучения. Они в любой системе есть, как правило. Часто они бывают непродвинутые, потому что производители СДО параллельно выпускают еще платные продвинутые средства для сборки контента. Ну и вот здесь мы как раз эти специальные авторские средства тоже отмечаем. Вот, которые уже там, ну там такие, например, как Storyline Articulate и так далее. Вот, это уже такие продвинутые средства, при помощи которых вы собираете конечный курс, или, не люблю слово курс, да, конечный результат вашей работы. Вот, и при этом, разумеется, используете те кирпичики, которые были созданы на предыдущем этапе. Ну и, наконец, последний момент, который я хотел бы для вас, вам осветить, это работа с рабочим контентом проекта. То, что ваш слушатель увидит, это 10% от того контента, который вы обработаете. И что-то вам надо делать с промежуточными этапами. Пока вы работаете с вашим контентом, образуется много разных версий, много разных форматов и так далее. До преобразования, после преобразования и так далее. И вот несколько советов. Первый, это храните все этапы работы. Это означает, вот поступил к вам полуфабрикат, например, картинка, с которой еще надо работать, либо авторский текст, который надо еще корректировать, редактировать, поправлять, сокращать и так далее. Храните все этапы. Храните авторский текст, храните текст после первой корректуры, после редактуры, после сокращения, конечный этап, утвержденный этап и так далее. У вас может получиться 5 разных видов этого файла. Создайте, пожалуйста, структуру каталогов, в которых будете хранить все ваши этапы. С тем, чтобы каждый раз можно было откатиться к любому из старых этапов и провести все этапы по новой, чтобы видоизменить что-то. Ну и потом, это часто бывает полезно. На последующих этапах часто что-то не сохраняется. А это что-то, оно может оказаться важным на последующих этапах. Например, когда вы будете выпускать вторую версию вашего учебного курса, вам может понадобиться что-то из старых материалов. Дальше. Храните все промежуточные результаты вашей работы в наилучшем качестве. Допустим, вы нашли какую-то картинку размером 2000 на 2000 пикселей. В вашем конкретном случае она вам понадобилась для вставки маленького изображения 200 на 200 пикселей. Не поленитесь хранить это изображение в наилучшем качестве, потому что в следующий раз вы можете передумать, и вам понадобится оно в лучшем качестве, а его у вас не будет. Если вы используете в качестве, вообще это очень плохой стиль, использовать конечный результат труда для того, чтобы, например, первую версию своего курса использовать для того, чтобы создавать вторую версию этого курса. Ничего подобного, так никто не работает, так нельзя работать. Надо откатиться к своим рабочим материалам и на основе этих рабочих материалов снова нагенерить вторую версию. Потому что иначе вы, скорее всего, скатитесь к ограничениям качества ваших материалов, особенно графических материалов. Если вам надо будет увеличить какую-то картинку, вы это просто не сможете сделать. Третий совет. Обязательно структурируйте свое хранилище данных так, чтобы в нем все можно было найти. Если конечный продукт у вас содержит, например, 100 файлов, это значит, что рабочий контент у вас может содержать около 1000 файлов. В этом надо уметь разбираться. И главное, вы должны через 5 лет понять, когда настанет время делать новую версию вашего курса, например, как же были сгруппированы файлы, почему это лежит здесь, а это здесь и так далее. И где все это найти. Поэтому структурируйте так, чтобы это было разумно. Ну и, наконец, используйте облачные хранилища файлов для хранения и обмена файлами. Такой сервис, например, как Dropbox очень помогает. Ну и аналогичные сервисы. Во-первых, он подстраховывает вас от порчи контента. Если у вас, не дай бог, вы не озаботились бэкапами вашего контента, пропал контент на вашем компьютере. Если этот контент хранился также в облачном хранилище, то ничего страшного. На новом вашем компьютере или на новом диске этот контент снова появится и все будет хорошо. Если это решение не всегда подходит для видеофайлов и графических файлов, то уж для документов текстовых точно подходит. Храните все свои документы в облачных сервисах с тем, чтобы быть уверенными в том, что они сохранятся. И что на любом вашем компьютере всегда будет находиться актуальная версия. Ну что ж, сегодня мы не уложились немножко в срок. Вот, может быть, мои советы покажутся вам разрозненными, отдельными. Но я попытался в единый кулак сложить те советы по работе с контентом. И информацию об инструментах, и информацию о методах работы с контентом, которые я обычно использую. Ну что ж, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Несколько вопросов видел по ходу дела. Еще раз хочу сказать, не приводил здесь никаких ссылок. Скачайте мою презентацию. Все инструменты, которые я вам советовал, очень легко гуглятся. Это инструменты... А, вот вижу во вкладке «Вопросы». Да, это тоже не вопрос. Легко гуглиться – это очень популярные инструменты. Поэтому просто вот по горячим следам, если вам что-то показалось интересным, найдите этот инструмент, установите у себя. Если это сервис, зайдите и посмотрите, что и как. Ну и используйте наши вебинары для того, чтобы понять, как с этими инструментами работают. Потому что пояснения по работе многих из этих сервисов даю и я, и Юрий Николаевич Белоножкин, и Татьяна Телегина, и Марина Орешко. Мы все с этим инструментарием работаем. И, ну, области немножко различаются, может быть, да. Но вот более... по очень многим инструментам вы можете получить более подробные инструкции. Ну что ж, коллеги, спасибо. О, вижу тут... Это интересный вопрос, да. Я как-то никогда не сталкивался. Вот, Игорь, вы знаете, я... В последнее время я как-то стал к шрифтам очень относиться утилитарно, используя их очень... Ну, то есть, самые-самые простые их версии. Вот, и стандартные версии. Как-то, может быть, потому что на заре своей деятельности я очень сильно увлекался шрифтами, достаточно профессионально даже на программистском уровне этим делом занимался. Наверное, набаловался, да. Вот мне как-то больше уже не хочется использовать ничего, кроме тех шрифтов, которые по умолчанию установлены. Ха-ха, да, нет, не нужен комплекс неполноценности. Как раз мой основной тезис заключается в том, что вполне обычный преподаватель вполне может освоить большинство из приведенных мной инструментов и стать автором учебного контента. Это не какой-то специальный мастер, да. Это вот нормальный преподаватель может это все освоить. Ну что ж, ладно, раз пошли уже реплики, давайте прощаться. Спасибо вам за внимание. Приходите на наши вебинары. У меня недавно кончился мой большой учебный курс, поэтому я вот в течение почти полутора месяцев в качестве спикера не присутствовал, только в качестве организатора вебинаров. Ну а с апреля я достаточно часто уже буду появляться в качестве спикера. Приходите на мои вебинары. Надеюсь, что вам будет интересно. Ну и вообще приходите на вебинары Директ Академии. Завтра будет очень интересный вебинар по игрофикации. Встретимся на вебинарах Директ.